здравствуйте меня зовут михаил вы на канале строй гарант анапа ипотека это не страшное слово ведь этом видео вы узнаете все об механизме и нюансов ипотечного кредитования за этой подробной информации мы обратились к профессионалам поэтому присаживайтесь поудобнее желаю приятного просмотра здравствуйте меня зовут ольга борисовна я являюсь ипотечным брокером в агентстве недвижимости юг недвижимости мы занимаемся покупкой продажей объект любых видов объектов недвижимости а также арендой и юридическим сопровождением конечно первое с чего начинается оформление ипотеки это консультация с клиентом первое что необходимо выяснить это финансовую нагрузку клиента его кредитную историю первонать размер первоначального взноса а также официально ли он трудоустроен и конечно же с выбора банка где для клиента будут наиболее оптимальные условия после того как мы выбрали банк непосредственно уже подается заявка заявку можно подать как в один банк так и сразу в несколько на рассмотрение банком как клиента как заемщика уходит как правило от одного до трех рабочих дней после того как банк принял решением положительное решение по нашему клиенту то происходит выбор выбор непосредственно объекта недвижимости после того как объект выбран собирается полный пакет документов для банк в том числе делается и оценка рыночной стоимостью объекта недвижимости и подается уже документы на рассмотрение объекта недвижимости. После того, как банк выдает положительные заключения, происходит выдача, происходит подписание кредитного договора, договора страхования, а также договора купли-продажи и выдачи денежных средств. Денежные средства в настоящее время у нас происходят, как правило, с безопасными расчетами, то есть это использование ячеек, ячеек либо аккредитивов. В первую очередь у нас есть так называемое бюро кредитных историй. Если у человека положительная кредитная история, то проблем с оформлением, как правило, не бывает. Но если были просрочки по выплатам, в любом случае можно получить положительное решение и при небольших просрочках. Точно так же особое внимание следует уделить кредитным картам, потому что иногда они бывают, лимит на них полностью, но при этом банки рассчитывают это уже как выплату. И, конечно, на положительное решение влияет размер первоначального взноса и размер белой зарплаты не важен. Так же, как и официальное трудоустройство. Можно указать со слов, при наличии большого первоначального взноса, можно указать со слов клиента, где он работает. И тогда, и при таком условии можно получить положительный результат по ипотеке. Без первоначального взноса можно оформить, но не всегда. То есть у нас первоначальным взносом может служить и материнский капитал. Существуют у нас льготные ипотеки, существуют акции банков, когда, например, совместно с застройщиками, да, и они предлагают какие-то застройщики без первоначального взноса оформить ипотеку на определенные квартиры. На какой срок брать ипотеку? К этому вопросу надо подходить более взвешенно, потому что мы всегда говорим, мы выплатим за 5 лет, и найти нам на 5 лет. На самом деле финансовое положение может измениться, поэтому ипотеку лучше взять на максимальный срок, и при этом, когда есть возможность, всегда можно досрочно погасить, как частично, так полностью, и ставить галочку при досрочном погашении, сокращать срок ипотеки. Таким образом у вас будет и комфортный вам платеж, и уменьшается срок ипотеки. Ипотечный брокер – это специалист, который выступает посредником между клиентом и банком. Ипотечный брокер экономит ваше время, он занимается всеми документами, оформлением всем документам, сопровождает сделку от и до конца. Также он может вам посоветовать банк, где наиболее выгодные условия для вас. Услуги ипотечного брокера в среднем стоят 30 тысяч рублей, но для зрителей канала «Стройгарант Анапа» мы сделаем небольшой дисконт. Поэтому обращайтесь в наше юридическое агентство «Юг. Недвижимость». Мы расположены по адресу город Анапа, Терская, 54. Музыка. 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 Музыка.